Литературно-музичная акция Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина 3600 секунд поэзии отрималася вельми розноплановой. У фои установы культуры гостям пропоновали выставу выданню «Могутного пушкинского слова», сдольного назавжды зацекавить читача и подпродковать собе его сердце и душу. А тем часом для стен библиотеки ее молодые супрацовники раздавали горожанам импровизованные календарики с родками сусветновядомого классика, с основальника сучасной русской и литературной мовы. Таким образом, мы надеемся еще раз привлечь внимание общества, особенно молодых людей, к классической литературе, к поэзии, показать, что она – основа нравственности. На пляцу целебиблиотеки працавал и свободный микрофон, где все аматоры пушкинской творчести смогли подделиться с публикой своими любимыми поэтичными родками. Бодай самый яскравый часткой литературно-музичной акции «3600 секунд поэзии» стала демонстрация тематичной постановки актерами Народного аматорского театра «Граки». Мини-спектакль уявлял собой литературную импровизацию, якая рассказала про наибольшь цикавые житевые моменты Александра Сергеевича Пушкина. Треба отзначить, дебют Народного аматорского театра «Граки» отбывся 17 годов тому с постановкой, присвященной 200 годов для народжения этого великого русского поэта, драматурга и прозаика. Урылки с дебютного спектакля так само знайшли для люстрования в новом театральном творении творчего гурта. В целом, зараз Народный аматорский театр «Граки» один у Беларуси в своем роде, бо у его выходят выключены супрацовники библиотеки. У сего больше 30 самодейных актеров. За пляжем от линовитых, творчих и мотонакерованных артистов поспеховые выступления в разных областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. Буквально на днях наш театр вернулся из Новозыпкова с фестиваля «Славянский перекресток» и привез оттуда два диплома. Один диплом за лучшую женскую роль и второй диплом за лучший актерский состав. Это была постановка по пьесе Юрия Ивановича Максименко «Далекий дивный свет», посвященная Чернобыльской аварии и самоселам Брагинского района.